Итак, на выставке «Ботозима» представлена итальянская фирма «Дукати», я так понимаю, российским дилером у нас. Ну и мы попросим представителя дилера сказать два слова о продукции, о новинках каких-то этой фирмы. Здравствуйте, меня зовут Леонид, я бренд-менеджер компании «Дукати». Как вы верно сказали, официальный представитель «Дукати». Мы являемся официальным импортером «Дукати» в России и представили здесь свой модельный ряд. Тут нет новинок, которые будут в 2016 году, потому что они будут представлены только после 16 ноября на шоу «Эйкма» в Италии. Поэтому мы представили просто модельный ряд, который есть на данный момент сейчас, который пользуется интересом у наших клиентов. Ну, собственно говоря, здесь практически все, что есть в «Дукати», все есть сейчас на нашем стенде. «Дукати» вообще фирма достаточно интересная. Я еще в 1986 году застал дедушку конструктора вот этих V-образных моторов дисмодромных во внемотопромовские времена. Был переговор тогда с ними. И вот он рассказывал. То есть, в принципе, «Дукати» появилась как бы до войны с одноцилиндровыми двигателями. Мы в детстве еще ездили на трофейных мотоциклах. Вот после войны он как бы, фирма прославилась своими вот этими V-образными моторами с дисмодромным газораспределением. Ну, чем вот все-таки продукция «Дукати» лучше современней, оригинальной, допустим, японских аналогов большой четверки? Ну, естественно, это традиции, которые сохраняются еще с прошлого века. Это дисмодромный тот же привод клапанов. Это итальянский стиль и дизайн, использование лучших компонентов и комплектующих для построения этих мотоциклов. Мотоциклы «Дукати» отличаются своим L-образным двигателем. То есть, он как, можно сказать, V-образник, но просто один цилиндр расположен практически параллельно полу, что как бы и называется L-образный двигатель. В этом какая-то тоже есть своя черта и своя особенность, потому что центр тяжести от этого становится еще чуть ниже. Мотоциклы «Дукати» наиболее легкие в своих классах. И удельная мощность у них, соответственно, больше, чем у остальных конкурентов. Ну и, собственно говоря, это и отличает «Дукати» от других мотоциклов. Ну вот когда «Дукати» были еще воздушного охлаждения, вот я помню, с этим L-образным мотором были проблемы, что один двигатель, один цилиндр был горячее другого, как бы там перегревался из-за того, что сейчас, наверное, водяное охлаждение, проблем этих нет. Естественно, прогресс идет и в различные степени это все уходит. И таких проблем, как перегревание что-то цилиндра, на самом деле сейчас уже такого точно нет. Ну, единственное, спортивные модели, ну, они, наверное, на всех мотоциклах достаточно горячо стоять в пробках, потому что и выхлопная система находится достаточно близко к, собственно говоря, месту, где ты сидишь. И, да и, в принципе, температура достаточно высокая. Ну, как-то так. Ну, а вот десмодромный механизм это на всех мотоциклах Дукати? Да, конечно. То есть, это как бы его визитная карточка получается. Ну, давайте два слова посмотрим, вот все-таки о продукции фирмы, вот какие сейчас мотоциклы на слуху, потому что вот я немножко отстал от этой темы. Ну, естественно, можно начать, наверное, с действительно визитной карточки. Это супербайки. Здесь мы представили Дукати Панигали 1199R версию. Это та версия, которая используется в чемпионате супербайк. Здесь мы имеем мощность 205 лошадей, если использовать выхлопную систему терминьони. Вес 175 килограмм. То есть, это, наверное, самый, наиболее мощный мотоцикл, если сравнить по удельной мощности, как вес по отношению к лошадиным силам. Насколько я в курсе чемпионата мира по супербайку? Там сейчас Кавасаки у нас выступает очень успешно несколько лет подряд. Ну, и Дукати, надо сказать, что, в общем-то, добилась определенных успехов. Да, действительно, Дукати продвигается. Не сказать, что этот сезон для нас был каким-то суперуспешным. Что в MotoGP, что в супербайке. Но, по крайней мере, мы не отстаем от своих конкурентов. И стараемся быть так или иначе на пьедестале как можно чаще. А здесь двухцилиндровый мотор, да? Здесь, да. В отличие от конкурентов. Но там есть небольшой ганди-кап по рабочему объему. По-моему, 1200 кубиков двухцилиндровый. Двухцилиндровый как раз и позволяет вот этот максимальный объем 11.99. Ну, и вот Дукати, соответственно, по российскому супербайку, это такой шум, как раз это звук какой-то своеобразный. Это да, это такая краска. И вот что придает такой сочности нашим чемпионатам, это когда выступают Дукати. Да, то есть, у нас четырехцилиндровый, все-таки они более высокий звук и нет такого эффекта. Породистый, породистый звук. Породистый. Ну, а какие еще мотоциклы вы могли бы порекомендовать вот зрителям, которые посмотрят наш видеосюжет? Из таких интересных и уникальных мотоциклов я бы обратил ваше внимание на Дукати Диавелл в комплектации Full Performance. Давайте подойдем к нему поближе. Итак, мотоцикл. Это Дукати Диавелл, комплектация Carbon. Дополнительно эта модель оснащена аксессуарами Full Ducati Performance, которые есть в каталоге Дукати, как аксессуаров. Здесь установлены выхлопная система терминьони, туринг-пакет с навигатором. На данный момент мы его сняли. Кофры, такие лайтовая сумка, которая можно ее как взять с собой. Она удобная, не мешается и при этом достаточно вместимая. Стеклышко ветровое, ручки с подогревом. Это вот все-таки элементы перформанса, которые дополнительно были установлены на данный мотоцикл. А вот терминьони – это двуслойная труба или в чем здесь суть? Терминьони – это достаточно известный производитель выхлопных труб, которые рекомендуют Дукати. Именно эта выхлопная система позволяет увеличить мощность мотоцикла на 5%, снизить на 5-7 кг вес. Ну и, соответственно, звук, когда вы включаете этот мотоцикл, становится еще более мужественным. Мачо, мачо так. Да, брутальный. Брутальный звук, да. Ну, серьезный. А вот в плане надежности относительно японских мотоциклов, вот мотоциклы Дукати, как себя чувствует? В плане надежности на данный момент мы можем сказать, если вы будете пользоваться услугами официального дилера и проводить ТО регулярно и в срок, то никаких проблем с мотоциклами не будет. Я-то все-таки маловато. Я ездил на мотоцикле Кадживо «Элефант» был такой, тогда еще Дукати принадлежала фирме Кадживо, и двигатель как раз Дукати был еще старый, 650 кубиков. Это было совсем давно, и, в принципе, мне запомнился вариант такой, что вот запуск еще не было до компрессора, и довольно трудно было завести его с кикстартера. Но здесь, я так понимаю, на кольцевых мотоциклах такой проблемы нет. Все, это уже прошлый век, поэтому сейчас уже другие технологии, поэтому, да, таких проблем абсолютно, наверное, нет. Ну и здесь ручного запуска нет, да? Ну, да. Электростартер. Ну и, в принципе, вот относительно стоимостных каких-то параметров по сравнению с конкурентами, как себя фирма в этом плане, либо она дороже, дешевле, значит, выигрывает за счет потребительских качеств? На самом деле, Дукати является премиум брендом, поэтому неудивительно, что наши мотоциклы стоят на порядок дороже, чем наши конкуренты, скажем, на японском рынке. Здесь стоимость данной модели конкретно, это 2 миллиона. Но обуславливается все тем, что вы покупаете себе не просто мотоцикл, а вы покупаете себе Дукати. Ну, я так подозреваю, что есть, наверное, у нас и программы кредитования какие-то, то есть, если человек не сможет 2 миллиона одновременно заплатить, то есть, наверное, какие-то схемы. Естественно, мы стараемся подобрать сервис для каждого клиента, и в том числе для тех, кому удобнее платить не все вместе, а как-то по частям, мы, соответственно, тоже находим какие-то выходы из этого, из этой ситуации. Ну, а вот по ресурсу, по ресурсу тоже, по пробегу примерно, ну, если, конечно, не участвовать в соревнованиях по супербайку, вот ездить в городских условиях, примерно какие ресурсные показатели у этих мотоциклов? На моей памяти еще не было ни одной модели, ну, вот если говорить конкретно про Дукати Диавелло, выпускается эта модель с 2011 года, на моей памяти не было ни одного мотоцикла в России, который был бы с законченным ресурсом по движку. Это еще, может быть, обуславливается тем, что владельцы данных мотоциклов не так много наезжают за сезон. Ну, понятно, что мешки с картошкой на них не возят, в принципе, это мотоцикл премиум-класса, выехать где-то, показать себя, показать мотоцикл, проявить свои какие-то качества. Ну, а еще что у нас представлено из интересного, кроме премиум-класса? Еще представлено из две новинки 2015 года. Это Дукати Скрэмблер и Дукати Мультистрада 9. Ну, давайте Скрэмблер посмотрим. Он воздушник, я так понимаю, такой, утилитарник? Да, это модель родом из 1975 года, когда он активно поставлялся в США, на американский рынок. Тогда этот мотоцикл пользовался дикой популярностью в силу свободы духа, свободы мировоззрения. Такое, достаточно для свободных и предоставленных себе людей. Сейчас Дукати решила выпустить на рынок все-таки опять эту модель, естественно, сделав ее более современной, чем это было в 1975 году. То есть, это не аутентичная реплика? Тут как бы сохранены формы, а начинка современная? Здесь сохранена концепция, но при этом используются современные технологии. Так мы можем увидеть, что хоть это и воздушный двигатель, но используется, допустим, приборка цифровая. Достаточно простой механизм. Даже мы видим и тормоза, и сцепление. Все не гидравлическое, а обычно тросиковое. То есть, достаточно простой в использовании и простой, да даже в цене относительно Дукати. А какая цена? На данную модель цена 650 тысяч. То есть, в три раза дешевле? Да, именно так. Ну, а вот если о перспективах сказать, то сейчас есть какие-то, видимо, заявки, то, что в Италии покажут на выставке у нас? Какие направления фирмы? В основном, вы, наверное, в курсе вот этих. Что нас ждет, например, в сезоне следующего года? Да, будут некоторые обновления. В том числе будет обновление по Диавелю. Сейчас Дукати Диавел является такой топовой версией и самым, наверное, продаваемым после монстров. Потому что монстры есть в различных комплектациях, в различном объеме. А Диавел идет на втором месте по продаваемости, по интересу, по спросу наших клиентов. И в следующем году выйдет новая версия, о которой мы сможем сказать только после 16 ноября. Но также скажу, из менее громких новинок, это будет новая Панигали, мини-гали, которая вот есть. Сейчас 899, будет увеличен ее объем. Объем будет 959. 960 кубиков? Да, все верно. 960 кубических сантиметров. Будет новое семейство гипермотардов. Ну, точнее, семейство-то может и останется в своем образе, как и есть. Только объем двигателя увеличится также. Насколько? Это все можно будет сказать после выставки. Ну, EXMA, это выставка итальянская, да? Вот это самый автосалон, да? В ноябре-то у нас будет, да? Ну, а вот, кстати, насчет супермотардов. Гипермотардов, это как вот по рабочему объему или как это разделение? Гипермотарды, это, ну, семейство гипермотардов, вот, которые сейчас есть. На данный момент это 820 кубических сантиметров, 110 лошадиных сил. Мотоцикл, в принципе, ведет себя прекрасно, как в городе, так и на легком бездорожье. Ну, а в супермотаре он не ездит? Или там как бы кубатуры меньше? Нет, это мотоцикл не супермотар. Спасибо, спасибо. Итак, фирма КТМ, австрийская фирма, достаточно молодая у нас, но снискавшаяся славу внедорожной техники. И вот, я так понимаю, представитель дилера фирмы КТМ в России. Добрый день, меня Кирилл зовут. Ну, по поводу того, чтобы сказать молодая, это, конечно, все-таки заблуждение. Фирма уже на рынке, в европейском, по крайней мере, уже с прошлого века, 50-х годов не менее. Вот, плюс наши спортсмены, как Моисеев, его в 70-х годах подняли. Ну, это все-таки вот 70-74 год, Моисеев первый титул выиграл на фирме. И это было совсем, вот, как бы рождение именно кроссового направления. Да, совершенно верно. Плюс, вот, те фанаты кросса, которые в те годы интересовались, занимались этим, соответственно, про марку КТМ уже в те годы уже все знали. Вот, ну, естественно, она была как чисто кроссовая, и только вот в последние, там, 20 лет она начала развивать дорожную технику, вот, туристическую технику. Особенно плотно сейчас занялась именно дорожной техникой обычной. Ну, а вот на выставке Мотозима представлена, я так понимаю, вся линейка мотоциклов. Ну, не совсем, не совсем, конечно, некоторых моделей все-таки здесь нету, вот, но самые такие, наиболее популярные на данный момент модели из престижного класса, высокого, дорогого, и бюджетного класса дорожного. А давайте посмотрим на примере каких-то мотоциклов, ну, вот, кроссовое направление, эндуро, дорожное. Да, конечно. Вот, например, значит, мотоцикл 690 эндуро R на данный момент считается одним из лучших, не побываясь от этого слова, в классе эндуро, 700 кубовом классе. Он, на данный момент, самый легкий, идеальный по подвеске, по ходовой, соответственно, части. Ну, вот, в данный момент, конкурентов ему я лично на данный момент не вижу. Ну, это E3, E3, да, международный класс? Ну, знаете, в этих классах, к сожалению, не разбираюсь, не могу ничего сказать, но, вот, по части, именно, вот, веса и мотора 700 кубового, это на данный момент один из лучших представителей. Эндуро. Ну, а кросс чем представлен? Давайте подойдем к кроссовому мотоциклу какого-нибудь, который вам больше всего нравится. Ну, смотрите, опять же, вы искали эндуро, да, все дело в том, что у марки КТМ есть два вида эндуро. Это, значит, такой более тяжелый вид. Есть еще хард эндуро. Хард эндуро – это вот мотоцикл класса EXE, и, соответственно, уже, раз уж мы перешли к кроссу, то вот у них модели кросс обозначается как SX. Это вот это? Да, это хард эндуро, да. Можно? Вот, значит, как я уже повторюсь, значит, сказал, что существует у них модель, модели хард эндуро, это и модели EXE. Вот, это данная модель, это самого максимального уровня 500 EXE. Плюс, это модели, которые в тюнинге в глубоком, называется это направление SX Days. Оно, естественно, самое и более дорогая, чем обычная модель 500 EXE. Вот, за счет этого она дополнена рядом ношеств. Другая подвеска более серьезная и такие небольшие, так сказать, фенечки. Это защита тормозного, защита рамы, другое сиденье, улучшенное по своему, так сказать, по своему удобству, в плане удобства. Оно более широкое. Ну, и вот, можно теперь уже перейти именно к моделям кросса. Это, к сожалению, максимальной модели 450 EXE у нас нет в наличии. Вот, можем посмотреть, зато модель 2016 года уже у нас в наличии появилась. Это 250 EXE двухтактник. Вот, потому что также у них есть 250 EXE 4-тактная модель. Ну, к сожалению, также у нас ее сейчас нет, уже, к сожалению, закончились, все разобрали. Несмотря на кризис. Ну, а вот двухтактное направление 250 кубиков сейчас мало, как бы, такое распространено у нас. Но, тем не менее, какой-то маленький цилиндр, это вот уже новая модель? Ну, нет, это, само собой, цилиндр-то двухтактный, поэтому он так и будет, собственно говоря, выглядеть. Вот. А модель, да, модель обновленная, это модель 2016 года. У нее улучшенные характеристики подвески. Подвеска здесь другая стоит. Вот. Что еще можно про него сказать? Естественно, за счет того, что двухтактный мотор, он наиболее резкий, в плане, в отличие от четырехтактного мотора. За счет этого у специалистов он пользуется большей популярностью за счет своего резкого характера. Вот. У них есть, конечно, модель еще большего объема, там, 300 EX, 300 SX, по-моему. Вот. Ну, вот она тоже сейчас у нас в линейке здесь не представлена. Это чемпионат Европы проводится отдельно. Давайте перейдем к какому-нибудь дорожному мотоциклу. Пойдемте. Ну, можно сказать, данная модель не столько дорожная, сколько туристического направления. Вот. К дорожникам мы отросим мотоциклы, которые у нас ездят по городу. Вот. Это в сегменте туристического направления. Нет, модель новая, 15-го года. Называется Super Adventure 1290. Чем интересно, это новой полуактивной подвеской, большим объемом бака, 30 литров. Вот. И хорошей эргономикой. А полуактивная подвеска, что это такое? Я уже что-то отстал от жизни. Она, значит, настраивается сама, в зависимости от условий дорожного покрытия. То есть, как бы на пробой, когда она начинает пробывать, она жесткость повышает? Она, ну да, ну, в том числе, в том числе. Потому что она настраивается автоматически подволнным направлением, это отбой и сжатие. Вот. И, соответственно, она полностью настраивается в зависимости... Вы ей, как бы, изначально можете задать тот режим, который вам более интересен. Но, тем не менее, в отличие от обычной подвески, она сама подстраивается под условия, ну, под дорожное покрытие. То есть, КТМ уже хочет занять не туризм, а как Сузуки Кавалькадо, там, Хонда Золотое Крыло. То есть, как бы, к этому уже стремиться? Фактически, фактически, эта модель, она и есть Гранд Турист. Опять же, за счет своей эргономики, хорошей ветрозащиты, комфортной посадки. Здесь, значит, подогрев сидений, подогрев ручек, как водителя, так и пассажира. Дуги, защитные дуги. Это все входит в комплектацию, в базовую комплектацию этого мотоцикла. Ну, то есть, практически уже вот Гранд Туризм только чуть, может, опекателя не хватает. Ну, можно сказать и так, но за счет того, что здесь достаточно широкий бак, поскольку 30-литровый объем у него, здесь, значит, за счет этого хорошая ветрозащита присутствует. Вот, и в данном случае вам нужно всего лишь приобрести кофры для него. Все остальное тут уже в базе есть. Ну, а чисто вот кольцевые аппараты, городские? Ну, вот, в 2015 году компания КТМ представила для начинающих мотоциклистов, так сказать, и людей, которые интересуются шоссено-кольцевыми гонками, 400-кубовом классе особенно, поскольку все это началось с того, что в свое время эту нишу занимали у нас поддержанная техника с Японии. Вот, они решили эту нишу немножко поддержать, занять, и выпустили модель RC390. Вот, модель интересна тем, что достаточно легкая, даже сказал, очень легкая. Вот, здесь около 140 килограмм, сухая масса. Объем мотора интересный, как я сказал, значит, 390 кубиков, соответственно, у него здесь, если быть точнее, 373. Вот, и очень информативная приборная панель, которую они еще воплотили в свое время на Триске. Эта модель именно уже как раз городская, она также у нас рядом представлена. Ну, а вот я, честно говоря, вспоминаю историю, вот, КТМ не делает алюминиевых рам? Вот эта вот решетка стальная, все-таки немножко как-то выделяется. Ну, смотрите, они алюминиевые рамы никогда, ну, по крайней мере, на моей памяти, не делали. У них, значит, специализироваться они начали на рамах из хром-молиденового сплава, которое за счет своего сплава, оно является, тем делается более прочнее эта рама. Вот, и именно как раз вот за счет этого по качеству рам у КТМов не было никогда нареканий, особенно, соответственно, в плане прочности. Ну, а в плане веса все-таки есть какой-то проигрыш по сравнению вот с конкурентами, скажем, с японскими? Нет, нет, в том-то и дело, что как раз эта модель, она соотношение веса и мощности. Вот, то есть здесь вес всего 140 килограмм. Ни один другой его конкурент, особенно уж тем более из 400-кубового класса, этим похвастаться не может. Плюс, значит, здесь уже в комплектацию входит АБС и достаточно, как я уже говорил, достаточно информативная приборная панель с индикацией включенной передачи и прочими маленькими ништяками. Ну, и я так понимаю, у нас КТМ еще и в нишу автомобилей уже сейчас перебрался сайт-бай-сайт, что-то такие вот кольцевые он делает, но здесь просто не представлено. Ну, я понял, о чем вы говорите. Все это в том, что, да, у них, единственное, что они немножко не вовремя эту модель выпустили в момент кризиса в Европе. Вот, и у нас люди, конечно, порой интересовались этой моделью, но в причину всяких технических разногласий эту модель достаточно сложно там завозить в Россию. Ну, а совсем для юных гонщиков, там, допустим, вот, насколько я понимаю, в классе 50 кубиков, кроссер 65, КТМ доминирует, у вас просто они как бы не представлены на выставке? У нас кроссовая модель 50 кубов, она вот стоит. Чем она интересна от других своих одноклассников и конкурентов, это у нее автоматическая коробка передач с центробежным сцеплением. Ну, это самые юные гонщики, 5-8 лет, они ездят, газ открыл, поехал, газ закрыл, не поехал, то есть совсем начинающая парт. Ну, и какие планы у фирмы, вот, КТМ, которую вы представляете на сезон 2016 года, как они планируют развиваться, сворачиваться там или что вообще в планах? Ну, смотрите, во-первых, значит, мало того, что я вам хочу сказать, что вот эта модель 50SX кроссовая, она рассчитана даже более молодым, так сказать, детям, это с 4 лет она рассчитана, чтобы дети могли пользоваться уже им. А по поводу 2016 года, ну, естественно, как и в 2015 году, были продажи в основном бюджетной техники и премиум класса. Сегмент, средний сегмент, он очень сильно упал, вот, вообще продажи, в принципе, вообще упали, там, процентов, ну, не менее, чем на 50. А средний сегмент дорожный и внедорожный все равно? Ну, смотрите, все дело в том, что совсем среднего сегмента у компании КТМ нету. У них вот есть как бы либо бюджетная техника, это вот Дюки, РС, вот, или же есть премиум класса мотоцикла, как вот Adventure, Super Adventure, и, ну, это если мы берем именно вот обычные дорожные мотоциклы. Вот, в данном случае, потому что в классе, если кросса и эндуро, то КТМ, они всегда были на порядок выше по своим показателям, в отличие, там, от японцев и прочих производителей. Вот. А средний сегмент, это я имею в виду марки, как Suzuki, Kawasaki. Ну, вот у Suzuki еще в этом году продажи были более-менее ничего, потому что очень сделали адекватную цену розничную, в отличие от, допустим, Kawasaki и Yamaha. А вот, кстати, насчет ценовой политики КТМ, что вот вы можете сказать? Ну, знаете, вот по общению с моими клиентами, которые приехали из Европы, в переводе на курс евро, цены в евро у нас дешевле, чем в Европе. То есть, я так думаю, что, ну, компания КТМ поставщик, как поставщик, сделала нам хорошую скидку, учитывая наше серьезное кризисное положение в стране. И надеясь, что это положение будет как-то изменяться. Ну, я думаю, что да, конечно, положение-то будет меняться рано или поздно. Не вечно же это будет продолжаться. А так, да, цены в Европе, в евро, дороже, чем у нас в России. Спасибо большое. Спасибо. Итак, английская марка Triumph, вот насколько я разбираюсь, это что-то очень древнее. Это Нортон, Велосед, такие вот марки. Откуда, как бы, вот реинкарнация такой старинной марки и под каким бренд, откуда он появился? Ну, сама марка Triumph у нас, она основана в 1902 году, то есть это вторая самая старейшая марка. Первая это Индиан в 1901 год, Triumph в 1902 и Харли Дэйсен в 1904 год. На сегодняшний день марка Triumph, имея свою длительную историю, да, является лидирующей маркой по производству мотоциклов. Она производит мотоциклы во всех сегментах, будь то спортивные, туристические, классические ретро-мотоциклы или круизеры. То есть в любом сегменте, который сейчас есть на рынке, Triumph предлагает модель, которая является конкурентоспособной и по техническим характеристикам, и по ценовой категории. Ну, а это в Великобритании производство? В Великобритании, да. Все мотоциклы производятся на заводе в Англии, это город Хинкли, недалеко от Бирмингема. Ну, а давайте парочку моделей посмотрим, какие. Вот какой-то вообще ретро такой. Это как раз, да, ретро-классика, один из самых популярных семейств модельной линейки Triumph. Данный мотоцикл это Traxton, именно эта модель, это лимитированная версия, которая была сделана совместно с легендарным английским кафе, который находится в Лондоне, называемая Ace Cafe. То есть это Traxton Ace, такая интересная лимитированная серия. Но хочу отметить, что вот в 16-м году, уже в будущем году, вся линейка обновилась, и мотоциклы стали технически не уступать любым современным мотоциклам. Оставаясь в том же стиле и дизайне, который мы видим сейчас. Ну, а вот я бы его издалека перепутал с Carley Davidson, или что это такое? Вот это что у нас за мотоцикл? Мотоциклы класса Cruiser или Chopper, как называют их американцы, они в принципе все имеют похожий, схожий силуэт. Данная модель это Thunderbird LT, это мотоцикл с объемом двигателя 1.7, мотоцикл для путешествий и семейство Cruiser. Ну, а вот позиционируются, или может быть это Harley у них передирал, вот спидометр на баке, или наоборот Triumph под Harley, какие здесь связи? А дело в том, что как и хирургический инструмент, да, будь то он любого производителя, да, скальпель есть скальпель, ножницы есть ножницы. Здесь сама по себе идеология мотоцикла, она подразумевает расположение некоторых узлов на тех местах, как расположены они у всех, да. Но хочется отметить, что Harley Davidson это американская марка, да, а Triumph это европейская марка. То есть здесь есть немножко другой подход к мотоциклу как таковому. Ну, а вот, насколько я слышал, в кольце, в разбеке тоже Triumph есть, там уже другой двигатель. Здесь двухцилиндровый классический, да, там рядный мотор, а там, по-моему, трешка, да, такой редкий двигатель. Да, для Cruiser'ов Triumph использует большие объемные двигатели объемом 1.7, 1.6. Что касается спортивных мотоциклов, они легче, у них более форсированный двигатель, там они трехцилиндровый и объемом 675 кубиков. Давайте посмотрим на спортивный. Нету? Нет, а вот эти-то вот хотя бы такой. Это городской. Ну, пусть городской, да. Ну, скажешь, что спортивный. Да, да. Данная модель это у нас Triumph Street Triple. Как раз он построен на базе спортивного мотоцикла Daytona 675. Имеет ту же раму, тот же двигатель немного дефорсирован. И этот мотоцикл прекрасно чувствует себя в городе, в городских пробках, там, где нужна отличная управляемость, быстрый разгон и легкий вес. Ну, а почему у трицилиндра все-таки редкость достаточная? Хотя есть автомобили трехцилиндровые, но не так часто они. Какой здесь смысл? А смысл в том, что трицилиндра берет лучшее из мира двухцилиндровых моторов. Это высокий крутящий момент на низких оборотах и на средних оборотах. И более высокую мощность, как у четырехцилиндровых двигателей, на высоких оборотах. То есть это середина между двойками и четверками. То есть это золотая середина, так называемая. Ну да, потому что раньше шестерки были у японцев тоже. Какой-то вот золотая середина, два, там, три цилиндра, ну, четыре цилиндра максимум. А вот какая ценовая политика? Вот чем мотоциклы Triumph должны привлечь покупателя, ну, по отношению, там, к Харлеям или же к японским большой четверке? Ну, если мы говорим о России, то именно в наших реалиях, да, розничные цены, они разбежались во все разные стороны, куда только можно. Ну, у различных производителей. Что касается марки Triumph, то у нас мотоциклы стартуют от 590 тысяч рублей, это вот данный мотоцикл, который мы видим, да, и заканчиваются где-то полутора миллионами. То есть дороже мотоциклов, чем полутора миллионов в нашей линейке нет. Мы стараемся держать цены даже ниже, нежели они сейчас есть в Европе. То есть как бы фирма учитывает вот это кризисное такое положение и идет на какие-то льготы? Да, конечно, завод сам устанавливает цены розничные для России, мы их придерживаемся, да, и если смотреть именно сегодня, да, по сегодняшним реалиям, то мотоцикл, будь то Street Triple, Thunderbird, Truxton, Tiger или любой тот же Rocket, он в России дешевле, нежели в ближайшей Европе. Ну, а вот объемы производства у них как-то сопоставимы у Triumph с японцами, с европейцами? Все зависит от кубатуры. То есть производители массового рынка, Honda, Yamaha, Kawasaki, они производят очень много мотоциклов мелкокубатурных. Если мы говорим о производителях, которые производят мотоциклы свыше 600 кубиков, да, то, к примеру, если мы возьмем, допустим, Ducati, они производят 45-50 тысяч мотоциклов в год. Triumph на сегодняшний день производит 65 тысяч мотоциклов в год. Если мы говорим о японцах, то у них сотни тысяч, но, опять же, они учитывают и мелкокубатурную технику, меньше 50 кубиков и так далее. То есть здесь вот именно сравнивать, к сожалению, невозможно. Ну, а у Triumph получается вот 675 кубиков, да, как бы самый маленький мотор? Самый маленький мотор, 675 кубиков, это не самый слабый мотор, это форсированный мотор, это 106 лошадиных сил. У них есть моторы большего объема, с меньшими лошадиными силами, но там больше крутящий момент. То есть такие вещи, когда Triumph выбирает, насколько объем крутящего момента и мощности сопоставим тому или иному классу мотоцикла. Ну, а Triumph это вот реально, как бы старые традиции какие-то, или это просто одно название сохранилось от фирмы? А нет, название сохранилось, конечно, это тот же Triumph, что и был раньше. А подход к производству мотоцикла это абсолютно новый, сборочные цеха, они абсолютно новые, но все заводы, на которых на сегодняшний день производятся мотоциклы Triumph, они, если мне не изменить память, были построены в 2005 году. То есть это все самое последнее, самое современное оборудование. Но идеология построения мотоцикла, да, индивидуализм в построении мотоцикла, это то, что осталось от Triumph и 1902 года. То есть это связь, как бы, прошлого и будущего, вот, настоящего. Это связь традиций, памяти о своем прошлом, это понимание будущего, на современных реалиях, использование современных технологий при построении той техники, которая продается людям. Спасибо большое. Спасибо. МВА Густа, еще один пришелец из прошлого, на этих мотоциклах еще до войны, со свастикой там побеждали итальянские гонщики. И вот сейчас эти мотоциклы опять появились у нас, вот, во всяком случае, в супербайке, суперспорте, ну и, наверное, на дорогах тоже. Да, техника МВА Густа в России, и в России она с 2008 года, это итальянский бренд, да, который позиционирует себя как максимальная премиальная марка и производит наиболее спортивные версии мотоциклов, будь то это семейство туристических, городских или тех же спортивных мотоциклов. Мотоциклы, каждый мотоцикл марки МВА Густа имеет в себе все спортивные характеристики, присущие настоящей итальянской спортивной марке. Ну и здесь тоже, ну здесь, мне кажется, уже больше связи вот прошлого с настоящим. То есть, МВА Густа вот сохраняет какие-то свои традиции, тоже, опять же, трехцилиндровый мотор, вот, в кольцевом плане. Да, МВА Густа, так же, как и Тремов, использует трехцилиндровые моторы. И да, действительно, мотоциклы, которые гонялись в 40-е годы МВА Густа, они также имели трехцилиндровые моторы. Но, опять же, это современные разработки, и это прослеживается та же приемлемость прошлого, истории, марки и современных реалий, современных технологий. При производстве любого мотоцикла, будь то это Драгстер РР, или F3, или тот же Страдали, который является городским, туристическо-городским мотоциклом. Ну, а кубатуры какие у них? У МВА Густа всего три кубатуры на сегодняшний день. Это трехцилиндровый двигатель, кубатурой 675 кубиков и 800 кубиков, и литровые моторы объемом 1090, ну, или литр 100. Вот я немножко слежу за суперспортом мировым. В принципе, Жоль Клузель у нас, гонщик, талантливый француз, ездит на 675 как раз. И он боролся с турком Кенаном Сафаглу в этом году, но травму получил, к сожалению. Ведь мотоцикл очень быстрый. Но, с другой стороны, у него были сходы. Вот как насчет надежности тоже? Ну, это гонки, конечно, здесь нельзя сравнивать на 100%. Ну, как, допустим, дорожная МВА Густа по отношению к тем же японцам или европейцам? Здесь, опять же, надо сравнить мотоциклы одинаковых категорий и одинаковой оснащенности с точки зрения компонентов. Наиболее современные, наиболее дорогие и хорошо работающие компоненты требуют просто более частого сервисного обслуживания. К примеру, мотоцикл МВА Густа имеет межсервисный пробег 6 тысяч километров, когда Триумф имеет межсервисный пробег 10 тысяч километров. При соблюдении регламентных ТО никаких технических проблем и поломок на дорогах у владельцев МВА Густа не бывает. А вот такие интересные решения, как, например, спицевое колесо, с чем это связано, например? Потому что уже на кольцевой технике я спицевые колеса уже не помню. Но данная модель, это у нас Dragster RR, да, это мотоцикл городской направленности, это не спортивный мотоцикл. И это его топовая версия, что обозначает две буквы R в конце его названия. Это мотоцикл, который вобрал в себя все лучшее, что на сегодняшний день есть в мотоциклетном тюнинге, да. Допустим, данные колеса, производитель Kineo, да, используются на практически огромном количестве тюнинговых проектов, да. И при создании данного мотоцикла МВА Густа сказал, что мы хотим сделать мотоцикл, который будет заводским тюнингом. То есть тот мотоцикл, где мы поставим самый лучший комплектующий. К примеру, даже передняя вилка здесь, да. Рабочая поверхность этой вилки, она алюминиевая. Что позволило сохранить по одному килограмму на каждом перее. То есть два килограмма веса только на перьях было сэкономлено. То есть не только перо, но и труба алюминиевая. Самая рабочая поверхность, это тоже алюминиевая. Ну, а вот, например, такой вариант, как консольное крепление заднего колеса. Смысл этого, чтобы легче менять, быстрее. Это же гоночная такая вещь. Это гоночная традиция, да, но это же и визитная карточка итальянских мотоциклов. Большинство итальянских мотоциклов используют консольные крепления. Во-первых, это эстетически красиво. Технически, да, менять легче. Есть нюансы о том, что данная консоль, она тяжелее, нежели обычный двусторонний маятник и имеет меньшую жесткость, да. Но правильно сконструировав задний маятник, можно допиться необходимой жесткости и не потерять в стиле. У итальянцев очень важный стиль. Ну, а насчет цен, я возвращаюсь к тем же баранам, например, как вот. Но это, я так понимаю, все-таки премиум класс, поэтому дешевого на изначально китайцев догонять по цене не может. На сегодняшний день МВА Густа стартует от 990 тысяч рублей, именно МВА Густа. Ну, это, в принципе, я так понимаю, не очень недорого. Это приемлемо. То есть, приемлемая вещь. Но, с другой стороны, Мерседес не может стоить, как китайский, там, какой-то аналог. Да, но, опять же, если мы будем сравнивать с европейскими ценами, да, то на сегодняшний день цены на МВА Густа, да, они полностью соответствуют ценам на те же мотоциклы у себя на родине, в Италии. То есть, вы платите ровно ту же цену. Ну, а вот такой вопрос. Я просто раньше, когда работал в НИИ-Мотопроме, был такой НИИ у нас, значит, ну, мы со многими фирмами, там, Хонда, Ямаха общались. И тогда была фирма Желера и Каджива, как бы две такие. И японцы выражали такое мнение, что, значит, итальянские мотоциклы, они красивые, но ненадежные. Вот как это сейчас поменялось за почти 25-30 лет? Любая итальянская техника, любая, требует своевременное сервисное обслуживание. Надежность мотоциклов, я бы не сказал, что она хуже, чем у того же Дукати, да, или каких-либо других сопоставимых брендов, да. Она требует более правильного сервисного обслуживания. Я не могу их сравнивать с надежностью японцев, Ямахи и Хонды, поскольку просто не имею опыта, насколько те мотоциклы надежны. Ну да, с другой стороны, чем сложнее техника, тем больше, чему ломаться, да, как бы. Это всегда так, это всегда так. А это все-таки мотоцикл достаточно сложный по своим, в общем-то, параметрам. Поэтому, я так понимаю, его надо и обслуживать нормально. Да, как я еще раз говорю, да, своевременное обслуживание решает проблемы любые. Итак, питбайки. То есть, достаточно техника у нас модная сейчас. Вот, в чем особенности питбайков, которые представила ваша фирма? Питбайки, условно, делятся на несколько классов. Они начинаются с класса 10 колеса, самые маленькие 50-кубовые. Для детей, начиная от 3-5 лет. Насколько я понимаю, М12-12 и М14-14 по заднему колесу. 10-10, 12-14 и 17-14. Вот, и отличаются кубатуры двигателя от 50 до 170 кубических сантиметров. И уровни подготовки для соревнований. От начального уровня, для более профессионального. В основном, это подвеска, наличие фильтр-бокса или его отсутствие, тормозная система разной резины. Ну, и, как совсем неподготовленных зрителей, вот питбайк, визитная карточка, это горизонтальный двигатель четырехтактный воздушного охлаждения. Совершенно верно. Горизонтальный, так называемый, кабовский двигатель, 125 или 140 кубиков. Ну, а тогда вопрос такой. В принципе, ведь питбайк, питбайк, он изначально появился ездить по питстопам, на них люди как бы перемещались. Потом это стал уже как бы и спортивный снаряд, тоже позднее. Ну, да, действительно, изначально это делалось для аренд, для перемещения по питстопам. Вот, потом это стало неким фаном, неким входом в мир мотокросса. Он маленький и удобный, его можно погрузить вплоть до багажника седана и получить некие дозы адреналина и какого-то раши, катаясь по лесу, по пересеченке, даже по тем же мотокроссовым трассам. Плюс финансово это значительно дешевле, чем любой кроссовый мотоцикл. Ну, а тогда вопрос. Вот их делает масса фирм, в основном, я так понимаю, из Поднебесной страны у нас. Какие сейчас фирмы наиболее на слуху, что ли, какая техника понадежнее? Ну, на данный момент самой надежной техникой в России считается техника UCF. Это французские производители, которые собираются в Китае, но, тем не менее, дизайн рам, вся геометрия разработана французскими профессиональными гонщиками. Из чисто китайских брендов на данный момент лидирует Кая и потом есть еще Apple и BSE. А вот Pistar Pro? Pistar Pro, то, что представлено у нас, это очень малая часть Pistar Pro и, в принципе, последний склет сдает позиции. Ну, а вот для кросса какие-то глобальные переделки нужны в питбайках или купил и поехал? Нет, если мы говорим о начальном уровне, просто о покатушках каких-то достаточно абсолютно базового уровня. Отличие от заряженных моделей для соревнований – это более простые подвески без регулировок и не рассчитанные на высокие прыжки. И все, двигатель, рама остаются тем же самым. А вот насчет прыжков, насколько запас прочности рамы, вилки той же, мостиков соответствует? Все-таки сможет питбайк, не ломаясь очень часто, конкурировать с каким-то кроссовым простеньким мотоциклом? Ну, зависит от стиля езды, на самом деле. Я просто спрашиваю. У нас на питбайках ездит Артем Назаров, ездит Давид Леонов, тот же. Вот ребята-кроссмены, как таковые, Лаврентьев Эдик, ну, он как бы в Кроссе давно не ездил, но на питбайке полетел быстро. Вот в их технике там много чего переделано или в основном все-таки серийное? Ну, в основном те, кто участвует в соревнованиях, переделывают подвес. Переделывают. Ну, а вот так вот переделка питбайка – это дорогое удовольствие или не очень? Он все-таки дотянет до мотоцикла Кроссова? Нет, не дотянет. Не дотянет, это значительно все проще и дешевле. Плюс у них, у всех, несмотря на любых производителей, есть достаточная степень унификации. Поэтому не проблема найти другую пружину под амортизатор или другой амортизатор и поставить его. Я вот все-таки не часто, к сожалению, веду соревнования по питбайкам, но мне нравится массовость. Там по 30-40 участников набирается в классах, поэтому, может быть, конечно, не те скорости. И ездят дяденьки с пузиками уже по 50 лет как бы. Но вот с другой стороны, как бы массовость все-таки подкупает питбайка. Конечно, массовость подкупает. У нас началось 3-4 года назад и продолжает расти. И все больше и больше и взрослых людей, да и молодых ребят начинает кататься, участвовать в соревнованиях. Там одних классов, наверное, 11 или что-то в этом роде. Группы А, Б, я уже запутался в них. По колесам, по кубатуре, дети, 3 возрастные группы. Это уже вопрос к организаторам соревнований, которые придумывают это. На самом деле, больше 8 классов сложно придумать. Дело в том, что у нас в России в основном пользуются спросом стандарт 14-17 колес. Во всем мире его практически нет, и все ездят на 12-14. Да, я вот это вот как раз мне тоже говорил, Лаврентий, что это наше изобретение, большие колеса. Да, это наше изобретение. Видимо, это связано с тем, что у нас его используют не только для соревнований, но и просто для передвижения по даче в деревне или где-то еще. Но, тем не менее, это продвигается в Европу. Допустим, UCF два года назад сделал специально по нашему заказу модель с колесами 14-17, но не пустил их в свою основную линейку. Со следующего года они вводят 17-14 в официальную линейку Y-Safe и начинают продажу их во Франции. Ну и вот что еще интересно, все-таки как бы фирмы сами заинтересованы. Я смотрю, в качестве призов те же питбайки появляются. Появляется это на данный момент одно из немногих растущих сегментов в мотобизнесе. Поэтому хороший момент занять рынок. Вот в Кройсе я уже давно не припомню, чтобы КТМ там мотоцикл выкатывал там или Ямаха или Хонда, а питбайки вручают даже в разных классах тоже. Питбайки вручают, рынок еще формируется. Поэтому пока вручают. Ну это хорошо, растущий рынок хорошо в наших условиях. Спасибо большое, спасибо. На многих мотоциклетных выставках в качестве шоу-стоперов используются антикварные мотоциклы или автомобили. Вот здесь среди современных мотоциклов представлен мотоцикл чешский фирмы Bumerland. Ну такой фирмы давно уже не существует. Этот мотоцикл интересен тем, что он считается самым длинным из серийно выпускаемых мотоциклов. Ну не в счет идут дрекстеры, которые могут быть возможно длиннее. Вот что интересно, это мотоцикл 1932 года, 600 сантиметров кубических. Вот необычно для современной клампановки это бак. Мы видим где он расположен там у нас. Здесь, вернее, наверное, топливный бак все-таки маленький вверху под сиденьем. Это, скорее всего, багажник. Но, во всяком случае, сверху мы его не видим. Двигатель настолько высок, что его пришлось, в общем, выпустить и он перед сидением водителя. Вот такую вещь я еще наблюдал на мотоциклах ЖАП. На мотоциклах для ледового спидвея в свое время. То есть, открытый клапанный механизм. То есть, важно, чтобы вот когда ты едешь на этом мотоцикле, ни палец, ни элементы одежды не попали у нас под этот клапан. Это реально вот на улице у нас все работает. Конечно, это как недостаток тоже имеет такая компоновка открытая. Смазка осуществлялась таким порошком. То есть, перед гонкой, насколько я помню, его посыпали из порошка. Вот эти клапанные механизмы здесь, соответственно, вот он каким-то образом тоже смазывался. Что еще интересно? Мы видим колеса. Это не спицевые колеса и не литые колеса. А вот такие диски, как автомобильные современные, то есть, штампованные металлические с вырезами. Ну, может быть, для мотоцикла, конечно, не самое удачное решение. Но, тем не менее, вот оно такое было. Подвеска. Вы видите, что здесь подвеска с прогрессивной характеристикой. Многорычажная, вот такая. Пусть она и выглядит несколько смешно. А вот это, скорее всего, амортизатор. Амортизатор фрикционный. Затягивая его, мы увеличиваем жесткость подвески. Отпуская, мы ее уменьшаем. То есть, подвеска еще и в добавок у нас регулируемая. Ну, конечно, экзотическая фара, экзотические органы управления. Мы видим и по количеству органов управления. Здесь водителю было нелегко. Почему? Потому что и опережение зажигания, и различные декомпрессоры для запуска двигателя. И вот еще такая рукоятка. Ну, это у нас на современных, относительно современных мотоциклах Днепр-Урал демпфер руля. Да, вот такой тоже фрикционный демпфер руля. Потому что мотоцикл был достаточно все-таки тяжелый. Поэтому вот такие шоу-стоперы. Много воды утекло. Конечно, этот мотоцикл по современным параметрам уже уступает технике. Вот запасная свеча, кстати говоря, у него специально сделана резьба. И запасную свечку с собой возил водитель для того, чтобы у нас в пути ничего не случилось непредвиденного. Ручное переключение передач тоже вот рукояткой. Передач, наверное, три. То есть вот такой шоу-стопер интересный имел место быть. Отдельный масло-бак. То есть, я так понимаю, смазка на прогар. То есть заливается масло. Вот небольшой такой бачок. Вот такая техника. То есть за годы, а этому мотоциклу уже почти 90 лет, 80 с лишним лет, мы видим, конечно, техника шагнула далеко вперед. Моциклетная промышленность, она сейчас находится далеко не в самом лучшем положении, но она была. И вот перед нами мотоцикл Подольского моциклетного завода, ПМЗ. До войны этот мотоцикл выпускался в подмосковном Подольске. И эта техника по-своему уникальна. Мы видим, что исполнение Индиана или Харлея, V-образный двигатель, штампованная рама по тем временам у нас тоже далеко не у нас рядовое исполнение. Это очень сложная подвеска переднего колеса на четверть эллиптической рессоре. Подвеска переднего колеса, опять же, с регулированным амортизатором. То есть вот такое. Ну, в основном этот мотоцикл, конечно, с коляской эксплуатировался. Он очень тяжелый. Он назывался ПМЗ 750, 750 кубиков. Нижнеклапанный двигатель. То есть вот такая техника производилась в СССР до у нас Второй мировой войны. До Великой Отечественной войны. Ну, надо сказать, что после войны завод уже не возвращался к этой мотоциклетной тематике. И пошли в производство более современные модели на Ижевском, Киевском и Ирбитском мотозаводах. А вот BMW. Это один из первых мотоциклов где-то с 20-х годов. Фирма BMW внедрила оппозитный мотор-боксер, так называемый. И вот это вот ранняя модель, она 28-го года выпуска. Мы видим, что здесь отличие. Горизонтальный мотор, который мы все видим, но он нижнеклапанный, еще маленького рабочего объема. Ну, и у нас фактически отсутствует подвеска заднего колеса. То есть сейчас эта схема не применяется. И передняя подвеска, опять же, на честь электрической рессоры, как у ПМЗ. Тогда это была модная тематика такая. Потому что телескопические вилки были не совсем тогда еще удачными. Вот такие мотоциклы. Но он фактически уже во время даже Второй мировой войны, вот эта модель, не эксплуатировалась. Но тем не менее, с какими-то совершенствованиями она производилась долгие годы. Следующая, кстати, модель, следующая модель BMW 1934 года. Она имеет небольшие изменения. У них изменения по раме. Передняя подвеска мало изменилась, чуть изменился бак. Двигатель больше. Этот двигатель, кстати, одноцилиндровый. Мы видим, что тогда они R35 выпускали модели одноцилиндровые в более поздние годы. И вот эта модель BMW R2. То есть одноцилиндровый вертикальный четырехтактный двигатель. То есть, как видим, фирма BMW на эмблеме которой пропеллер, которая выпускала авиационные моторы в стародавние годы после Первой мировой войны, перешла к выпуску мотоциклов. Весьма успешно. Немцы наделали очень много до войны. Вот из антикваров тяжелая техника. Примером ее является BMW Sahara. BMW R75 Sahara. Это мотоцикл, ну, венец творения довоенного и военных времен немецких конструкторов. Мотоцикл имеет привод на ведущую коляску, отключаемый привод на ведущую коляску. Уже телескопическая вилка современная. Здесь используется подвеска маятникового типа заднего колеса. Вдобавок подрессоренные сиденья водителя и пассажира. Ну, как пулемет здесь установлен, МГ-38 немецкий. Различные кронштейны для крепления канистр, для крепления ящиков пулеметных, для ленты. Запасное колесо крепится сзади. Ну, и различная другая амуниция. Раскраски BMW Sahara именно для войны в Африке. То есть, раскраска не лесная, а такая, скорее, пустынная. Очень мощный мотоцикл с оппозитным двигателем. И его конкурент Sundab. Этой фирмы сейчас нет, но она была и весьма успешно конкурировала с фирмой BMW. В свое время немецкая фирма тоже. Тоже Sundab имеет у нас приведную коляску, немножко по другой схеме выполненная. Ну, и, в общем-то, мотоциклы схожи. Отличаются они рамой. У Sundab рама выполнена у нас не из труб, а из штампованных таких профилей она сделана. А так, тем не менее, мотоциклы Sundab и BMW Sahara, они близки. Те же двигатели 750 кубиков. Ну, и с чего же все начиналось? Если взять начало 20 века, то мотоциклы выглядели примерно вот так. Это, кстати говоря, один из первых мотоциклов классической компоновки. То есть, раньше, допустим, мотоциклы братья Верны, французские, они делались немножко по другой схеме. То есть, приводилось переднее колесо малюсеньким двигателем. Вот здесь уже мы видим, мотор установлен в раме и приводит у нас в движение заднее колесо при помощи карданной передачи. Цепь необходима для того, чтобы ездить на нем, как на велосипеде, что делали, и для того, чтобы завести мотоцикл с толкача. Длинный бак, в раме расположенный. Вот по такой схеме делались многие мотоциклы начала 20 века. Это ФН, бельгийские мотики. Ну, те же Вернеры делали, французы в России, мотоциклы и так далее. То есть, вот с чего, вообще говоря, мотоцикл начинался. Конечно, это не те скорости, не те мощности сейчас, но прогресс не стоит на месте. Субтитры сделал DimaTorzok